всем доброго времени суток банда как вы поняли по картинке перед вами сейчас обычный стандартный рыболовое инструментальный ящик хотел сказать рыболовный ну вот догадайтесь о чем пойдет речь снимаю я с руки прям камерой также может быть будут какие-то не очень такие телодвижения вот ящик это конечно не для приманок как вы уже поняли да сейчас вот хочу именно поделиться опытом какой нужен для моторной лодки до инструментальный ящик именно чтобы возить с собой там ремкомплект к лодке запчасти какие-то мотору там какой-то там минимальный там набор да то есть конец александрова там запчасти инструмент то есть скажем так все необходимое что может пригодиться на воде там в критической ситуации вот я в своей жизни попробовал кучу инструментальных ящиков сначала у меня были там типа как сумочки из прописать противогаза да потом было то потом это и вот последние годы я пришел таким вот ящиком инструментальным вот купил его буквально недавно вчера один ящик со мной именно точно такой же отработал сезон просто больше в хабаровске не нашел я гипер авто забрал последний вчера в боярде увидел что они продаются и вполне себе как видим по более-менее вменяемой цене чем привлек меня этот ящик да вот сейчас объясню привлек он меня банда именно тем что у него крышка сделано видите вот из таких вот секций как можно посмотреть да вот как кубиков вот мало того что-то придает жесткость крышки это еще и придает такой момент что мы можем герметизировать вот теперь начинается самое интересное проблема во всех инструментальных ящиков для использования инструменты для лодочного комплекта одна это вот во всех этих местах в этих в этих в этих где ручка они протекают и дождь вас может накрыть как во время рыбалки так и когда стоит лодка на стоянке да то есть не будете же вы с лодки все там в палатку там или как-то там с ночевкой стоите перетаскивать и много-много казалось бы вы можете сказать куча подобных ящиков нифига я перелопатил пересмотрел кучу ящиков но вот этот оказался самый такой интересный и удобный что его можно практически бесполезненно герметизировать и он у меня отработал целый сезон действительно вода не попадает сверху еще имеется вот такая вот крышечка если даже какая-то будет и вода попадает то будет концентрироваться даже если вы будете выполнять какой-то ремонт как мне приходилось делать в дождь и каждый раз блять открывать извиняюсь за выражение каждый раз открывать вот эту крышку неудобно вам уже это не надо нужно как-то всю решать ситуацию нужно двигаться ну вот вы просто открыли выкладываете основной инструмент сюда и занимаетесь то есть эта крышка все равно как-то более-менее будет удерживать все весь основной душ потом это можно отсюда воду слить положить инструмент и поехать ящик выглядит вот таким вот образом вот ну и сейчас скажу именно сам нюанс чем это все удобно видимо такую вот секцию и это удобно других ящиков этих секций нету и герметизировать по-нормальному не получается то здесь именно берем вот такие вот стержни берем такой вот пистолет корейский сто лет в обед ему вообще пипец и просто целую секцию мы просто целиком заливаем и в этот момент когда она будет застывать будем маленько поворачивать вот эту ручку с другой стороны да вот и также мы будем заливать вот эти вот секции целиком до диод крышечка вот это вот открывается да также и здесь а где она защелкивается короче мы будем заливать все секции и получается просто офигенно он отработал сезончик и никто нигде ничего не потекло я просто доволен что мне вот попался такой удобный ящик в принципе о чем я и снимаю что вам тоже рекомендую потому что инструмент нынче пошел как вы все понимаете нифига не советский где-то могут ключи лежать и не ржаветь а все оно такое короче беспонтовая никакой инструмент не купи тут вроде даже и дорогой блин потом буквально чуть-чуть даже просто даже вода не попадала влага раз и смотришь эти пассатижи потом хер откроешь когда надо там все уже прихватилась заржавела до от этого вот этот такой момент он становится актуальным чтобы ящичек то у нас не пропускал ну либо можно использовать рыболовные ящики как правило рыболовные ящики действительно они вот у них это все предусмотрено и у них вла влага прям так не попадает да ну они неудобны для инструмента если так разобраться вот и стоят очень очень дорого ну что начнем заливать и посмотрим что из этого получится в принципе все подготовили и в принципе можно начинать работать до забыл сказать самое главное конечно в этом моменте тот такая вот коробочка которая у нас служит подставкой потому что именно без нее нам обязательно никак не решить вот такой вот сложный вопрос так прогрели пистолет начинаем медленно не спеша медленными движениями никуда она не денется сейчас тут все прогреется и будет еще достаточно долго застывать так что за тут работа не пяти минут если так сказать нужно под самый швак чтобы все тут у нас затопило одного стержня еще не хватит будем это дело все под самые этот края вот этой данной секции загонять теперь когда мы начинаем застывать увидите начинаем медленно не спеша проворачивать его ручку чтобы потом она не застыла до чтобы как бы застыла и там и образовалась пространство чтобы можно было чтобы ручка могла у нас двигаться да дальше когда начинает застыпать мы делаем маленький вот такой вот уклончик чтобы увидите она начинает как бы вот с этим уклоном сползать именно на часть где у нас вот само соединение ручки с крышкой то есть таким образом мы как бы чуть-чуть вот эту вот зону утолщаем до третья видите как она переливается тут ямочка образовалась тут вот наоборот утолщение потому что нам нужно именно как раз усилить именно эту часть вот от этого делом вот такой небольшой трюк так в принципе как я и сказал все по плану здесь у нас образуется такой подтек усиливать данное место видите вот но если вы хотите чтобы вот не было вот таких вот каких-то неровности есть вот здесь пропусков чтобы это все залить потом когда сверху этот слой весь подхватиться можно взять обычный фен думать феном она все равномерно до краям растечется и будет прям вообще как родное уж очень эстетично вот вот увидим что так вот она застыла такая ямочка здесь наплыв для усиления нам все четенько как надо ну и со всеми другими местами где нам интересно не попадание влаги мы поступаем точно также ну что банда вот и все все интересующие нас моменты через которые может попасть влага дождик волны эти обычно инструментальный ящик возится у транса рядом рядом с поломом до закидываются волны на брызги дождь вода сверху она именно и проникает и как правило в конце это все очень очень отравляет нашу рыболовную жизнь вот инструмент начинает ржавеет вся там нужная экипировка все возможные комплектующие да все это там тоже начинает намокать портится да все там коробки с клеями еще что-то там да и после таких всевозможных дождей до попаданий до постоянно нужно с рыбалки так времени нету нужно заниматься делами а тут еще нужно и инструмент весь перетрисать потом его нужно у меня не весь от ржавчины там обвис почистить да грубо говоря потом как-то смазать да то есть но это реально головняк то есть хороший ящик с ним раз не промокающим это не пропускающим сверху крышкой ну очень очень нужен нам мужики чуть-чуть вот я поделился своим вот таким вот опытом ну что хочу сказать сегодня 30 декабря 1922 году в этот день был образован ссср думаю для большинства зрители моего канала это именно наша родина в которой мы родились рожденная в ссср ну что мужики давайте поднимем по 50 грамм за нашу родину что могу сказать самое главное не переживать не верить ни в какие информационные бредни до нужно думать своей головой и жизнь расставить точки нади все будет у нас хорошо за родину хорошо и это просто великолепно ну что банда кому понравилось ставьте палец вверх подписывайтесь на мой канал делитесь этим видео с друзьями до свидания до новых встреч